В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели! Сегодня мы находимся в гостях у очень известного и уважаемого лично мной человека, я думаю, что и многими другими людьми, которому он помог, Иван Павлович Неумывакин. Здравствуйте, Иван Павлович! Добрый день! Иван Павлович – это человек, можно сказать, уже легенда для многих людей, которые при помощи его открытий, его технологий, методик и советов смогли поправить свое здоровье. И известен он не только в России, он известен и за рубежом. Я думаю, об этом мы коснемся, еще об этом поговорим. Но сначала давайте мы официально такое положим нашему рассказу, нашему вещанию. Начнем с того, что расскажем немножко о себе, как начинался путь Иван Павловича в медицине, поскольку сейчас, насколько я помню, вы полковник медицинской службы в отставке. Да. Вот как все начиналось, как вы вошли в космическую медицину. Мы знаем, что космическая медицина – это, в общем-то, ваше, можно сказать, детище. Ну, это простой вопрос, но вместе с тем очень сложный. Вы представляете, человек, который фактически родился в Кыргызском ауле, до семи лет почти не знал русского языка, попадает в город, начинает учиться, кончает институт медицинский во Фрунзе и попадает в армию, к счастью, попадая в авиацию. И в 70-х годах все чаще стали появляться сообщения, что запускаются ракеты на 100-110 километров. Потом в 57-м году искусственный спутник можно было наблюдать в определенное время, и на заре, и во время захода. То есть уже появилась идея, что скоро что-то начнет возникать, уже связанное с человеком. И принято было решение при институте авиационной медицины создать еще космическую медицину. Отбор был, по-моему, даже жестче, чем вы отбирали космонавтов, но здесь требовалось еще очень много других качеств. И как это не удивительно, но я был отобран в этот институт. При распределении обязанностей, кто чего, питание, вода, обеспечение, скафандры, мне досталась проблема, связанная с обеспечением космонавту здоровья. Если посмотреть очень серьезно, то есть миллионная страна, которая готовила все для того, чтобы ракета взлетела, и там, наверху, сидит представитель этого миллиона, я должен был обеспечить, чтобы у него было здоровье. Громадная ответственность. А мне поручили разрабатывать, набирать просто аптечку для космонавтов. Идет заседание, сидят значимые люди. Я говорю, что я хирург бывшим. Я никогда не занимался фармацией и фармакологией, кроме назначения лекарств. Сидит довольно упитанный человек и говорит, вы представляете, что с вами будет, если вы откажетесь от этой работы? Я говорю, что вы меня пугаете? Далеко на одних лекарствах не улетишь. Дайте мне, пожалуйста, неделю срока, я представлю свое видение. Один потом оказался сподвижник Королёвой и говорит, дерзкий мужик. Ну что, товарищи, дадим ему неделю. Дали. Через три дня я представил бумажку, на которой в круге, я вообще, как вы знаете, потом очень скромный человек, написал я. И расходятся стрелы. Институт Вишневский, терапия, эндокринология, гинекология, стоматология. Все институты спрашивают, что это такое. А вот я потребую от этих институтов, чтобы мне дали рекомендации, что сделать, чтобы у коснонавтов в полете не было аппендицита, не болели зубы, не было бы язв и все вытекающее из этих специалистов. Вы что думаете? Через месяц такой приказ был представлен. К 1967 году уже все институты, по два-три человека, работая в институте, выполняли мои требования, которые я суммировал и применительно к космической медицине уже реализовывал. А то, что делалось в земной медицине, до сегодняшнего дня ничего нельзя вместить в узкое, довольно тесное пространство космических кораблей. Портативность, надежность, простота в эксплуатации, да мало ли каких особенностей, которые связаны с космической медициной. Вот я здесь написал книжку. Давайте я покажу ее на камеру. Пожалуйста. Космическая медицина земной. Как быть здоровым? Это моя докторская диссертация. В последнее время стали продавать, покупать диссертации. Я оскорбился, обиделся. Она была для служебного пользы, то есть закрытой. И я здесь написал то, что должно было вместить космический корабль с учетом тех качеств, которые я вам сказал. Но, к сожалению, то, что сделано здесь для медицины космической, земной ничего никому не нужно. Почему? Ну, например, очень интересный тут факт. Я живу в Бабужской районе. Здесь двадцатая городская больница. Пятнадцать лет. Здесь оперировали практически без наркоза. Этот метод был разработан для космических кораблей. Но, к сожалению, пока это рановато. Но он уже готов. Вот он. Но при анализе, когда погиб комаров, я пришел к выводу, что в готовящийся полет в 1971 году трех человек не за полгода пришла информация. Вы спрашиваете, откуда? Здесь такое выражение. Иррациональное духовное сознание. Ну, в переводе на русский язык, чтобы не по умному звучало. Это когда люди, абсолютно владея, с точки зрения житейской практики, нормальным созданием, сознанием, у которого нет никаких сдвигов в фазе, они присутствуют на Земле и вместе с тем умеют или бывают там во Вселенной и считывают оттуда информацию, которая там есть – прошлое, настоящее, будущее. Мне приходит в начале ночи в полудреме сознание. Космонавты погибнут. Через неделю более четкое. Через две недели я обращаюсь к командованию. Мне нужна реанимационная служба. Мне отвечают. На вас и так работает здесь Советский Союз. Идите, не мешайте нам работать. Я убедился, что те службы, которые встречают космонавтов после полета – военные. Нормальные специалисты. Специалисты. Ну, не хрундюки петровских времен. Они никогда не встречались с крайним состоянием человека, который вот между той и этой жизнью. Ну, реанимация, будем так говорить. Или уже тот, который погиб. Я обратился устно, потом письменно. И, наконец, я обращаюсь к директору всемирно известного академика, генерал-лейтенанта Газенко Олега Георгиевича. Олег Георгиевич, я на вас буду жаловаться. Вон из кабинета. Он никогда ни на кого не повышал голос. Я вышел. И я добился через пять дней приема у министра здравоохранения, написав на такого академика жалобу фактически. И я доказал, что мне нужны реаниматоры. И Бурназианов Итик Игнатьевич, который курил космонавтику, собрал совещание. Я доказал, что это нужно. Мне выделили Институт Клифасовского, 4-го управления, 4-й Градкой, Боткинской. 16 реаниматоров, 8 врачей и 6 сетер. Это такие пункты, которые закрывали возможность. Если корабль космический сел, здесь же и здесь уже сидят эта бригада. Но я одновременно заявил, что космонавты, очень большая вероятность, что они погибнут. Они, кстати, без кафандра были. И мне пришла информация, что медицина будет ни при чем. Техническая. Причем на завершающей стадии полета. Я, соответственно, служба все это доложил. Меня посчитали вообще ненормальным человеком. А теперь представьте. Космонавты закончили работу. Возвращаются домой. Веселы. Рассказывают. Ну, не анекдоты, а где-то там слишком ответственный участок. И не сработала система. Мгновенно произошла разденитизация космического корабля. Мгновенная блокировка всех систем с помощью азота, который выделяется в организме. Мгновенная смерть. И реаниматоры, которые были фактически мне приданы в помощь, сделали все, что можно было делать. Но там уже было все несовместимо с жизнью. И теперь представьте. Когда там драматическая ситуация случилась. Там должен был лежать в гробу. Это Леонов. Это его экипаж должен был там. Но в космическом Байконуре случилось, что у одного из членов экипажа нашли затемнение в легких. А правило такое. Если это было в Москве, то у кого что-то случилось, выходит, а Дубрёр его... А если случается Байконур, меняется вся тройка. И полетел Добровольский, Волков и Пацаев. И они погибли. Пока похоронили, министерство здравоохранения издает приказ. Мне выдаются 100 тысяч фонда заработной платы для создания собственной реанимационной службы. Она по сегодняшний день еще продолжает функционировать. Это просто за это время, пока я хотел жаловаться на генерала, весь институт притих, что будет с Иваном. То есть я Иван. Что будет с ним. И написали приказ о неполном служебном соответствии. Она была еще там перед этим приказом. То есть что бы от меня осталось, если бы я не оказался прав. Но главное, после этого уже ни один космонавт во время взлетной посадки без скафандра не летал. Вот такой маленький случай из эпизода моей жизни, когда я никого не боялся. Вот так в жизни получалось, что у меня такое качество. Причем меня почему-то отмечал Королёв в своей работе. И самое интересное, что мне очень благоволил президент Академии наук Украины. Это Борис Евгеньевич Патон. Я ему признателен за то, что большинство авторских свидетельств я получил через Академию наук Украины и институты. И он оказывал мне повсеместно вот эту помощь. И чувствуя такую защиту, я старался выполнять то, что мне было получено. Это профессионализм и ответственность за ту работу, которую я выполнял. И в результате этого у меня родилась система, которая называется «Медицинное здоровье от космического врача». Вот здесь вопросы и ответы. Я ответил на все вопросы житейские, как быть здоровым, не обращаясь к медицине. Но для этого нужно знать хотя бы элементы работы нашего косопроста на очень сложной системе здоровья. Включить свое сознание, и если вы хотите быть здоровым 20-30 минут в день, потратив на себя любимого, вы будете здоровы и не обращаться туда, которое называется «Медицина». Но не здоровьем, не ценно болезней, и как вы должны чувствовать себя все время, независимо ни от чего. И жить столько, сколько вам ответено свыше жизни на этой земле. Хороший рассказ, заставляет о многом задуматься. Скажите, пожалуйста, Иван Павлович, часто такие прозрения у вас появлялись в жизни? Как часто вы следовали тому, что сверху приходило к вам? Понимаете, я вам не сказал еще то, что когда выделили мне 100 тысяч фонда заработной платы, у меня были собственных реаниматоров 20 с лишним человек. Причем реаниматоры высшего класса, профессионалы. Но у меня оставались деньги для того, чтобы я создал собственное конструкторское бюро. У меня работали лучшие радиоэлектронщики страны, которые выполняли идею, которую я им подбрасывал. Ну, например, мне нужно разработать вот этот метод, связанный с операцией. Я спрашиваю, что вы знаете об этом? Ну, кто был в операционной, рассказывает все прочее. Здесь же у меня создана фармакологическая фармацевтическая служба, на этой лаборатории. Я спрашиваю, что нужно сделать, чтобы каким-то образом обеспорить организм? Иван Павлович, наркотики? Ну, хорошо, наркотики. А есть что-то управляет этими наркотиками в состоянии человека, от которого зависит все? Есть. Что? Подкорковое образование, так называемая ретикулярная и лимбическая формация, гипоталямус. Ответственность за все, то есть, что делается в организме. А где эта система? Иван Павлович, да нету таких систем. Хорошо. Нашли эту систему. Затем появилась и не появилась, и есть такая закись азота. Она создает определенно обезбольную, но там больной корчится, вопит, надо ему дать там приличную долю спирта. И вот эти инженеры начали разрабатывать все эти системы. У меня это приходит информация. Я прихожу на работу и говорю, ребята, вот такая идея. Сидят и говорят, слушайте, Иван Павлович, бред какой-то. Что вы? Я говорю, вы же получаете деньги, причем я вам взял зарплату самую большую в институте. Через неделю возвращаемся к этому вопросу. Если вы скажете, что это бред, вопрос снимается. Через неделю говорят, Иван Павлович, в этом что-то есть. Через месяц, Иван Павлович, тут получается авторские свидетельства. Делайте. Мало кто знает в медицине, но ведь у истоков создания диализа, гемосорбции, снял ваш покорный слуга. У меня больше 15 авторских свидетельств. И в 1976 году Юрий Михайлович Лаклыхин, потом в последующем получили за это государственную премию, написал, что это с помощью меня и моих конструкторов создана первый универсальный аппарат для гемосорбции, аналогов которой было десятка два лет, не было. Эта система создана моими инженерами. Я создал систему, которая называется наружная контрпульсация с компенсированной сердечной системой. То есть наружные контрпульсации такие на дутике, а не на руках, на животе, на ногах. Но особенность этой системы была то, что она работала с учетом скорости распространения пульсовой волны. Инсульт, инфаркт. Институт Клифосовского 100% гибели, ну и смерти этих больных. Тут только нужно успеть надеть этот костюм, зашнуровать, включить компрессор и он начинает работать. Институт Клифосовского вытягивал таких больных, которые 100% должны были умереть, 90-95%. Что оригинально, через полтора-два месяца на сердце даже рубца не оставалось. Это все впервые было создано еще в 70-х годах. Сегодня этой системы нет. Разработал, вот главный кардиолог страны Большевсвили. Простите, может быть я чуть-чуть не так сказал. Но он делает элементарные детские вот такой наружные контрпульсации. Когда эта система создана, опробирована. А я это сделал для того, чтобы человек если вышел в скафандры в космос, ну что-то с ним случилось. Ему нужно оказывать помощь. А там же никого нет. У меня созданы были специальные шприцы, которые в зависимости от пульса. 5-6 ударов нет, шприц укалывает, вздрагивает человек хоть чуть-чуть. А здесь еще созданы штук, поднос ему там что-нибудь такое, чтобы он вздрагивал. Его нужно было привести в чувство. А в этом скафандре внутри работает эта система. Но она увеличила скафандр на 1 см. А дырка, которая называется люк в космическом корабле, тоже требовала, чтобы космонавт туда влез. И когда возник вопрос, что вы предлагаете? Всю конструкцию космического корабля, этого люка, идите и не мешайте нам работать. Я поэтому ее внедрил еще в практику народной медицины. Вот об этом подробно написано космической медициной земной. Сегодня этой системы не только в нашей стране, в мире нет. В эсперсиенном работе у Ленина Семеновича, это главный кушер-гинеколог. Мы разработали систему, которая позволяет с помощью этих подкорных образований убирать у женщин токсикоз беременности. Это неприятность очень большая. Самое страшное, что токсикоз беременности оказывал влияние на будущий рост ребенка. Наконец, вопрос в отношении операций. Операции без наркоза. А женщины, ну мало ли какие хворобы там бывают. И при операциях обычно это очень большие нарушения. И в том числе сказывается этот наркоз на детей. Затем во время родов. Это же болевые какие шоки. Мы полностью убираем шок. Ну усталость остается. Но боли то нету. И после операции она лежит счастливая и довольная. Но самое главное, что этот ребеночек должен сразу быть приложен к груди матери. Без этого здорового человека фактически нету. Вот за это, что вопрос в 80-м году, это год матери и дитя, должны были получить Ленинскую премию. Но, к сожалению, Леонид Семенович чувствовал себя не очень хорошо. И перед Новым годом в 79-м году он умер скоропостижно. И поэтому эта награда не нашла своих исполнителей. И система эта не была внеберена в здравоохранение. Хотя сегодня у меня есть материалы, авторские свидетельства. Но, оказывается, это простить и никому не нужно. В этой книге, которая «Космическая медицина земной. Как быть здоровым», как она называется, где вы автор, Советы в первую очередь на кого рассчитаны? На медиков или все-таки на простых медиций? Нет, что вы. Все это дело в том, что вот эта книжка особенностью заключается в том, что не надо кончать медицинский институт. Надо знать, как работает наш организм. Это совершенно особая конструкция. Ну, представьте конвейерную систему. Любое предприятие. Вот это цех дробления всего того, что попадает в организм. Люди, как правило, у них не хватает времени. Не успев кусок попасть в рот, его глотают. Глотают сразу, да. Ну, ладно, животное. Но вы же разумное животное. Там зубов нету. Вы должны пищу так разжевать, чтобы она потеряла специфический вкус. В это время идет насыщение за счет запаха. Вкус этой пищи. Вы ее прослюнямливаете. Она становится 36 градусов. Оптимальная температура. И вы ее глотаете. В это время компьютер дает указание желудку. Выделить соляной кислоты столько, сколько там было у вас блюдо. Что там, каша, хлеб, кусок мяса или котлеты и еще компот. Так вот, мясо – это чужеродный продукт. Чужая генетика, чужая энергетика. Все, что угодно. Для него нужно очень много соляной кислоты. Чтобы разложить полностью. А вы проглотили кусок. Соляная кислота туда пройти не может. Но самое страшное, что вы во время еды даже одну столовую ложку жидкости выпили, не дай бог, после еды. Когда чай, компот, кофе, все что угодно. Вы разбавляете соляную кислоту. Ее не хватает для переваривания пищи. Дальше она с лишним содержимым соляной кислоты попадает в двинцоверскую кишку. А там печень поджелудочная железа вырабатывает мощную щелочь для нейтрализации кислоты. В кишечнике ее не должно быть. Сегодня не должно быть. Завтра открыть. А потом эта кислота проникает уже в желудочный кишечный тракт. Все. Человек болен. Вылечить его, пока он не восстановит. Все, что связано с физиологией, и каждый цех должен выполнять свою работу, невозможно. Отсюда я в книге написал. Заболевание. Не надо кончать институт. Надо знать, как проходит пища с одного конца до другого. Какой раздел за что отвечает. И что там должно существовать. Особенно с учетом кислотно-щелочного равновесия. Редиматоры об этом знают. Но врачи понятия не имеют. В этом беда медицины всей и всех специалистов. А их специалистов больше ста наименований. И каждый специалист занимается своей системой. А соединить все это мне удалось с помощью вот этой космической медицины. Царство Небесное Александра Александровича Вишневского. У меня еще был специалист и хирург от Бога. И когда я поставил вопрос, что мне делать с космонавтом. Он говорит, вырезать аппендикс. Как вырезать? У меня справка Институт Склифоцовск. У здорового человека вырезать аппендикс нельзя. Через год, через год он больной. Это оказалось эндокринная железа. От этого тросочка зависит, как работает кишечник. Тогда возник вопрос. Александр Александрович, вы соберите терапевтов, эндокринологов. Кто там еще? Практологов. Которые покойников там занимаются. Выработайте мне рекомендации. Когда я их столкнул лубами, за 2-3 месяца они мне выдали рекомендации. И за 2-3 месяца до полета космонавты выполняли эти условия. Прошло больше 50 лет. Ни одного космонавта там аппендицита не было. А на Земле-то были. Это вот решение вопроса. Как сегодня так называемые специалисты, непрофессионалы специалисты. Каждый на Земле занимается своим делом. Организм это самодостаточная, саморегулирующая система. В которой все связано и взаимозависимость. У нас нет отдельного органа. Это часть целостной системы. Почему мы называемся целители. Мы рассматриваем как целое существо. И в этой книге подробно в этом расписано. Причем тут зуб. Причем тут глаукома. Да нету глаукома. Я написал книгу «Болезни глаз». Глаукома к глазу никакого отношения не имеет. Это венозная недостаточность, которая возникает вот здесь, в шее и воротниковой зоне. А в мозгу есть болезнь Альцгеймера, Паркинсон, Дегтерева, рассеянский рост, шизофрения. Там десятки заболеваний. Оказывается, заболевания, которые все вот здесь, зависят в венозной недостаточность. Об этом подробно написано в этой книге. Значит, тем специалистам, которые каждый предлагает различные заболевания, все это, ну, не фикция, конечно. Чуть-чуть что-то облегчает, что-то восстановит. Но вылечить-то невозможно этих больных, пока не узнаешь физиологию процесса. А я ее знаю так, как сегодня мало кто знает даже из врачей, в том числе физиологов, которые, например, не могут сказать, что воду можно пить за 10-15 минут до еды. И можно только, если постная пища, ну, час, а так полтора, если мясо покушали, два часа после еды. Не надо мешать цеху переработать полностью соляную кислоту, а здесь пищу, которая должна быть микроскопически. А дальше уже на уровне микробных там тонком кишечнике, где находится как раз вся система, в том числе иммунная система. Нет, три четверти, одна четверть еще другие корни. Иммунная система находится в тонком кишечнике. Кстати, где вырабатывается моя любимая перекись водорода? Но об этом врачи же не знали. И те же рупор Малышева по своей программе берет кусок мяса, выливает трехпроцентную перекись, оно шипит, оно горит и говорит, вот чем занимается профессор Немывакин. Ну уж куда уж дальше. Этот рупор официальной медицины, абсолютно не знающая процесса физиологии, она судит о том, чем занимается профессор Немывакин. А сегодня вся Россия пьет перекись. Ведь волосы у них восстанавливаются, болезни у них проходят. Я ничего не делаю. У меня вышла книжка «Перекись водорода». Да и миллионы знают людей. А сода, которая сегодня является, не сегодня, а основным компонентом крови, поддерживает кислотность в равновесии рас, убивает там всех паразитов, которые попадают в кровь, разжижает кровь, устраняет проблемы, связанные с тромбом, тромбообразованием еще многими-многими факторами. А меня обвиняют сегодня, что я убиваю людей, заставляясь ложками кушать или съедать эту соду. Правильно, наголодную, не наголодную, но с холодной водой. Но ведь РЕН-ТВ передавала вот не так давно, целый час, что это нужно пить только с горячей водой, потом немножко судить, и пить только натощак, ничем не смешивая 15-20 минут до еды. И вот сода это оказывает такой генерализованный эффект, который не снился. И не нужно никаких лекарств. То, что называется атероскероз, и ос, и цирроз, и что там еще, которые называются энкилозы, и суставные все эти боли. Все это элементарно просто, но это физиология. Никакой химии. Вот почему, когда вы прочитаете «Медицинное здоровье от космического врача», получается, что никаких лекарств вам не нужно. Это природа. А еще вышла книжка «Фрактальная медицина». Ну, сейчас тут много видов. Я подумал, ну а что, я что ли хуже всех остальных? Я так назвал фрактальную медицину. В переводе на русский язык «Нарушение закона природы – болезнь». Не нужно нарушать природу. Природа, я имею в виду, вся Вселенная. Потому что Земля – это живой организм. Мы не только живем здесь, на этой Земле. 1 декабря 2014 года в Доме ученых я читал лекцию. Послушайте. Основные законы физического тела, вот этого, данного нам во временное польза на планете Земля. Я 4 часа, меня там не отпускали. И все получили ответ на все вопросы, какие их волновало. 10 марта я буду читать там лекцию «Духовность и здоровье». Еще более, уже законченная, завершенная работа, касающаяся взаимосвязи человека со Вселенной. И кто наш папа-мама? Это, получается, комплексный взгляд на жизнь. Не просто так физиология одна, а именно комплексный взгляд. Вот вернуться, если к книге «Медицина здоровья» и «Космическая медицина земной». В первую очередь, получается, это надо врачам изучить, которые пытаются лечить людей, и при этом вообще ничего не понимают о том, как устроен человек. Их на трупах там научили резать что-то там. Все правильно. Там система, которой меня тоже учили. Но я сегодня, меня пригласили в 3-й саммазологический институт студентам 5-6 курса прочитать лекцию. Профессора возмутились, я подрываю их авторитет. А молодежь буквально с вот такими открытыми глазами слушали. И, а что нам делать? Все правильно. Физиологи им говорят, фармакологи говорят, хирургии осваивают, различные специальности им осваивают. Но они кончают институт, еще нужна ординатура. Вот я сегодня связан с одним ординатором. Семья у него. Кончил он 5 лет, 2 года ординатуры, 6900 рублей получает. Что это такое? Это в Москве? В Москве, да. И причем, что же получается? Что врачи не знают вот этой взаимосвязи. Я это различаю и специалистов следующее. Первое. Это ремесленник. Он кончил институт, еще ничего не знает. Начинает жить, работать по какой-то специальности. Он становится специалистом. Но специалист это человек, который выполняет свою работу. А что такое профессия? Профессионал. А это уже человек, который, как мой учитель один говорил, нужно знать ширше и глубже свою специальность, как она взаимодействует с другими органами и системами, и чтобы ваша специальность исчезла. Ну, вы все, наверное, слышали. Я написал книгу «Пути избавления от болезней», в книге написано, которых нет. Гипертония и диабет. Ну, нету гипертонической болезни, но ведь институты созданы. И все врачи знают, что гипертония, она связана с тем, что 40 различных симптомов, различных заболеваний органов вызывает повышение кровяного давления. Значит, такой заболевания нету. Но я в книге написал, что сделать, чтобы за 2-3 недели вот эта гипертония исчезла вместе с лекарствами. У меня в Кирове работает оздоровительный центр. Три недели специальной методики. Гипертонии уже на 10-12 дней нет, лекарства уходят в прошлое. Кое-что остается. Но мы учим человека, если вы хотите быть здоровым, делайте вот это, вот это, вот это. Вот и все. Но я подрываю авторитет. Вы же представляете, каких направлений науки? То же самое в отношении диабета. Сложное заболевание. Никто не говорит. Здесь режим играет очень большую роль. Но ребенок, не успев родиться, его сразу сужает на инсулярный аппарат, на инсулин. Ну как это называется? Я сейчас готовлю книгу «Исповедь диабетика». Диабет в моей системе Балашика, вот здесь я создал пять лет назад систему, которую закрыли, потому что это как бельмо. Здесь на глазах у ведущих специалистов Миндрава закрыли. Там была больная, которая пришла и уже сажали ее на инсулин. Уже отношение диабетическое, так называемое, появляется с топа. Проблемы с глазом. Через полгода диабета-то нету. Вот сегодня на этой истории я буду писать, о ней я писал в разных книгах. Теперь напишу «Исповедь диабетика». Элементарное правило, по которым нужно жить. Ну а диабета нужно избавляться не тогда, когда вы родились, а когда еще мама вас еще не родила, но нарушает элементарные вещи, которые потом оказываются. Это не значит наследственность, предрасположенность – да. Но если выполнять все условия, которые там есть, то диабет, который сегодня фактически становится как эпидемия, а к 30-му году каждый второй, третий будет страдать диабетом, это уже принимается как норма. Но ведь норма – это человек, который социально уже не работает. Он же выключен из этой среды, все время следить. Какой же это работник? И самое главное – его опичкают и лекарствами, а эффективность от этого, извините. Диабетологи это прекрасно знают. Вот по этому книгу «Медицина здоровья», там в том числе и о диабете, о инсульте, инфарктах конкретно написано, что каждый из людей, живущих на земле, должен знать. А если вы все нарушаете, если вы ничего не знаете, как работает эта, кажется, внешняя простая, но это серьезнейшая сложная система, которую мы должны очищать периодически, это мы называем зашлакованность. А на это никто не обращает внимания. Цивилизация настолько сегодня дошла, что уже скоро геноманифицированы все эти продукты, мы будем кушать. И, кстати, есть вот этот, по лженауке, в Академии наук один академик курирует, представитель в американской компании, которая создает геноманифицированные продукты. И недавно он выступает и говорит, а ничего страшного нет. Но это же мимо замедленного действия с отравляющими веществами, которые не проверены, не доказаны, что в последующем это не скажется на тех же детях. Это заявляет академик большой академии наук красивей. Как это понимать? И вот поэтому в этой книге ответ на вот такие, кажется, простые вопросы. Но каждый, кто сегодня хоть немного думает о своем здоровье, прочитает и будет выполнять. Потому что здоровье, когда есть, вы любые тяготы можете воспринимать уже не так, как больной человек. А он сегодня никому не нужен. В той системе здравоохранения, которая сегодня есть. Вы бываете в поликлиниках, особенно в больницах. Вы уже убедились, что такое больной человек. Вы уже переходите на самообслуживание. И даже появляется уже все больше статей, что этим будут отвечать не государственная система, а частная. Хотя вы платите налоги, и той страховкой вы должны быть обеспечены. И в соответствии с Конституцией 41 статьей. Все обеспечено бесплатно на федеральном и региональном уровне. А что получается, ответ вы сами найдете. Как хорошо, что я в поликлинике не хожу уже много лет. Вот я сейчас смотрю оглавление книги «Медицина здоровья». Здесь вот в воде посвящено, ну понятно, что перед этим идет жить долго, рассказывается активно, без дряхлости, без болезней, создание космической медицины. Дальше кислотно-щелочная равновесие, окислительно-восстановительный потенциал. И дальше вода. И воде посвящается почти 40 страниц. Это, можно так это назвать, прорыв для понимания человека, что вода – это основа здоровой жизни. Причем не просто вода из лужи, а еще же вода должна быть специально подготовлена, наверное. Ну вот смотри, два дня назад академик выступает и говорит, да что вы помешались на воде? Ну пейте сколько вам хочется, ничего страшного нет. Это академик, врач по образованию. Если б можно было вот через экран телевизора, ну сделать кое-что с этим академиком, честно говоря, я бы сделал. Он элементарно не знает, что наша кровь – это 98% воды. И ради поддержания этой воды в крови работает вся система. Она отбирает из кожи, из лимфы, из мыши, из кишечника, потому что там очень много. У нас внутри полостной жидкости и международная еще вода. Для того, чтобы поддержать вот это кислотно-щелочное равновесие и количество воды. А вы пьете мало, а выделяете полтора литра минимум. С воздухом, с потом, передняя и задняя часть – полтора литра тратится на биохимические и энергетические процессы. Я ясно вам? Конечно, конечно. Еще Ломоносов говорил, сколько убавилось, столько должно прибавиться. Правильно. Потому что по Малинину-Буринину сколько убыло, столько прибыло. Особенно с возрастом. Ко мне приходят пациенты. Утром в стаканчик чай, в обед, вечером. Чего там? Пол-литра. Максимум один литр. Но пол-литра-то не хватает? А что происходит с кровью? Она начинает загустевать. Воды-то нету. Промыть клетки нечем. А густая кровь – это нагрузка на сердце. Сердце проталкивает, усиливает ее работа. Это все равно как воздушный шарик. Вот он нормальный. Вы начинаете раздувать, а стенка-то его утончается. Здесь у сердца то же самое. Стенка приличная. А тут она раздуваясь, уменьшается. Инфаркт. Интульт у вас в кармане. А теперь кровь, которая прошла туда вниз. А ее нужно поднять вверх. А вверх есть специальная система. Там клапаны в вене. А клапаны находятся в мышцах. А мышцы у вас плохо работают. Но вы на работу и то ездите метром, автобусом. Мало двигаетесь, мало шевелитесь. И медленно-постепенно тонус этих мышц ослабевает. Эти насосы уже не могут полностью поднять оттуда кровь. Да еще сердце из-за этой вязкости крови не может обеспечить оттуда достаточно силы. Отсюда гипертония в том числе. Отсюда идти кризис. И вот теперь посмотрите, что происходит в ногах. Пришло 100 кубиков крови. Оттуда ушло 95-90. Маленький застой. Вечером отеки. Утром прошли. Потом побольше. Потом такие прожилочки появляются. То есть вены не справляются. Включаются уже малые вены. А потом вены уже опухают. А потом называется это так называемая верно-невенозная недостаточность. Врачи начинают оперировать. Что вы оперируете? А потом начинают терапические язвы. А потом отеки, которые уже справляются. Не можно справиться с организмом. Ну что делают врачи? Говорят. Воды не пейте. У вас и так много воды. Ну простите. Это же дикость. Это не вода. Это метаболическая вода. Это грязь. А у меня книжка. Вода. Да. Оказывается, если вы пьете чистую воду, а не ту кислотную, которая чечет в водопроводном кране, а чистая вода, это за которой птички летают на север, это PH 8,8,5. Высокий. Да. А у нас 7,4. А вы пьете воду 6,5. И вам продают в магазинах, никто не пишет какая PH. Вас дурят и обманывают. Деньги от вас берут. Вы превращаетесь в эту разменную монету. Я писал, я говорил. Почему разрешают продавать такую воду? Она чистая, но она грязная с точки зрения PH среды. Так вот, теперь посмотрите, что происходит с этими отеками. Врачи говорят, не пейте воды. Ну, нет воды. А у меня в воде крупными буквами написаны более лучшие, более надежнейшие системы, чем препятствовать отеку или исправлению от отеков, это является вода. Вы пейте ее, промывайте. Вот та жидкость, которая уходит, клетка начинает купаться в этой чистейшей щелочной воде. Потому что мы все-таки щелочные животные. Вот то, что касается воды. Теперь то, что касается чая. Вот у меня задают вопрос, а как чай выпьет? Ну, зеленый. Я вырос в Средней Азии, зеленый чай. Пожалуйста, вопросов нет. Но когда вам крепкий чай, не приведи Господь кофе. Все. Это начало вашего заболевания. Почему? В клетке есть мембрана. Тончающее вещество. Она воду пропускает в клетку только чисто. Она фильтрует то, что вы получили кайф от того же кофе. Она фильтрует, и туда поступает только вода. А все то, что тут вы получили удовольствие, там такой вред. Вы наносите организм, что трудно себе представить. Теперь смотрите в отношении кофе. Кофе пьют маленькими чашечками. Это сильнейший тоник. Это сильнейшее наркотическое средство. И тот, кто принимает это кофе, в 2-3 раза чаще страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но большей частью эти кофе балдеют, еще и закуривают сигареты, папиросы. Особенно мадамы. А у них сердечно-сосудистые системы немножко слабее, чем у мужчин. И что же получается? А получается, что вместо 2-3 уже 4-6% чаще сердечно-сосудистые заболевания. Но самое страшное, что от этого кофе человек, ну, активность увеличивается, сна нету. А как правило, это 8-9 часов после работы сидят, отдыхают, гутарят, кто чего что. А оказывается, есть такой гормон мелатонин. Это шишкалитная железа, эпифиз, центральная система, управляющая всей гормональной системой организма. Она вырабатывает мелатонин. Мелатонин – это гормон роста. Если вы пьете кофе, то тогда мелатонин перестает работать. Вы полностью его глушите. Сегодня, завтра, послезавтра. И еще, если вы принимаете вот так вечером. А мелатонин начинает работать с 11-12 ночи до 5-6 часов утра. Это гормон роста. Мы растем только во время ночи. Это работоспособность. Это кровяное давление. Это все жизненные процессы. Это именно работает вот этот гормон. А вы его простите с помощью чего? Кофе. И, кстати, кофе натощак пить ведь нельзя. Кофе – это тот же мясной бульон. А для мясного бульона нужна повышенная соляная кислота. А если у вас кислотность повышенная, значит, усиливает этот процесс. Язва желудка, двеносвертные мешки вам обеспечена. Вам это надо? Говорят, а как же пить? Вот растворимый кофе есть. Ну, это чуть-чуть поменьше только вреда, чем то кофе, который есть. Но все равно вы приучаетесь, привыкаете. Рано или поздно вы потом начинаете понимать, что крепкий кофе – ой, получше. Усталости нет, расслабленность. Но мелатонин исчезает. Отсюда – последствия этого приема. То есть, что теперь делать? Наркотическая зависимость. Вот смотрите, в доме, что мы не часто, но иногда. Берем 100 грамм семечек подсолнечных ядершек, а не с крупой. И 100 грамм кофе. И на блендере мы все это смешиваем. Однородная масса. И 2-3 чайных ложки на стакан, причем не кипятка. Запомните, кипяток – это вредное вещество. Потому что вода – это сложная энергоемкая система. И когда вы кипятите воду, все, что в ней содержится, там фактически зафиксируется. И чтобы вода начала нормально работать, надо раскурочить вот эту зафиксированную ионную содержимое. И чтобы она проникла в клетки, оказал удобный эффект. Сейчас очень умно поступают чайники. Такие есть. И сейчас – 60-78 градусов. Они выключаются. Вода должна быть горячая. Особенно для соды. Там растворять. А потом вы осудите до того, чтобы вам не обжечься. И принимаете, и кушаете. Так вот, когда эти семечки с кофе вы один к одному 100 грамм того-другого размешаете, и вкусно и полезно. И фактически там происходит, ну, не нейтрализация, запах кофе остается. Но вы говорите, да, чуть-чуть. Ну, почему бы не использовать, если уж так любить этот кофе. Но вам никто нигде это не делает. Потому что это нужно возиться, а здесь нагрели, быстро размешали. А еще вы кипяток, вон там еще вы обжигаетесь, и вы хлебаете. Так в этом медицине здоровья я об этом подробно пишу. Вы сами себе роете ту яму, возле которой, выходя в больнице, вас привезли к кучкам к этой системе. Все. Вы попались, и теперь вы оттуда уже не выйдете. После этих лекарств, которые дедовиты, я считаю. Ну, вы будете жить. Но причина заболевания-то остается. И поэтому в книге, которая написана «Медицина здоровья от космического врача», я считаю, что вот за эти три месяца человек начинает понимать, что лекарства не спасение. Это нарушение банальных природных, кстати, травки, пожалуйста. Овощи, фрукты, салаты или там винегреты, пожалуйста. Но зачем все остальное? Единственное, когда говорят «Вы что, против всех лекарств?» Нет. Есть срочные. Когда, извините, нужно оказывать, тут уже не до жизни. Это пожар. Я не отрицаю. Все это нужно. Но 90%-то лекарств, извините, нет, но в тыке работает. Единственное лекарство, которое, я же говорил, что я довольно скромный человек, за что удостоен государственной премии, называется «Фенибуд». В космонавтике стрессы не приведи Господь. Ну, представляете? Ему нужно выйти в открытый космос, открывается люк, там такая веревка есть фау, и вот он выплывает, там нужна, извините, это под тобой бездна. Как переживать? И переживают. Оказывается, ни одного лекарства в мире, я уже не говорю, и Советский Союз не было, чтобы снимать эту стрессу, работоспособность была такая, какая и надо. Я за 4 месяца, за 4 года своими специалистами разработал «Фенибуд». Это единственное лекарство, достойное государственной премии. И вот космонавты, когда выходят в открытый фирм, перед одеванием скафандра, одна таблетка выходит, и потом один мне сказал, «Ощущение такое, что мы вышли гулять по местному проспекту, а работоспособность на 30-40% стрессу, независимо от характера, нормализует состояние, на 30-40% повышается работоспособность, и 8 часов он работает, занимается, как будто он вышел действительно на прогулку». Так это лекарство, в том числе, работает при любом стрессе. Боитесь, вы идите там сдавать экзамен, где-то на выступательной конференции, выясняете сложные взаимоотношения, вы приняли таблетку. У нас в институте и у космонавтов называются таблетки ковра. Нас начальник всегда, в понедельник была пятиминутка, вдруг среду вызывает, значит, какой-то прокол или тебя кто-то заложил. Я таблетку всегда в кармане, выпил, прихожу, там до потолка все поднимаются, мне как-то все до фени, ну, как до лампочки. Я совершенно спокоен спрашиваю, а чего шумите? Это все вопрос решается. Потом уже директор института, что вы так себя ведете? Олег Георгиевич, а у меня в кармане фиги будут. Мне через час нужно ехать, Олег Георгиевич, тихо, вот вам конвалюта, сейчас, пока вы доедете до министра или кого-то нужно, вы на этой конференции или заседании будете, как будто вы самый умный человек, все остальные дураки. Хорошо, давайте. Это называется фени-буты. Только покупайте арийского производства. Сейчас уже вот этот дженерик, уже в России мои бывшие подчиненные кое-что схемичили, но не сделали. Фени-бут тот, который вложен и получили авторское свидетельство. А онлайн-фарм Рига это то, что вам надо. И этот работает, но он немножко послабее. Только на ночь не принимайте. Это единственный дневной транквилизатор в мире. Ночью, если вы хотите работать, пожалуйста, но если вы вечером в 7-8 часов приедете, ночь спать не будете. Это вы запомните. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова